Преследование лидера нашей партии, мэра Бельц, Дрената Усатова, уже давно обсуждается далеко за пределами Молдовы. Масштабы давления, оказываемые на этого молодого молдавского политика, поражают. Если эта точка зрения до сих пор высказывалась преимущественно в рамках политической баталии, то приведенные в этом фильме факты прямо указывают на использование органов прокуратуры и судов в качестве репрессивной машины в лучших традициях тоталитарной системы. Если тяжесть обвинений в адрес государства кому-то показалась недостаточной, добавим. В этом исключительно документальном фильме вам будут представлены доказательства соучастия в особо циничных преступных схемах таких представителей органов прокуратуры судов СИП и УВД, как генпрокурор Эдуард Харунжин, его заместитель Игорь Сербинов, прокурор по борьбе с коррупцией Виарел Марай, прокурор по особо важным делам Виталий Бусуёк, глава полиции Георгий Кавкалюк, директор СИБа Михай Балан и многие другие деятели, обслуживающие правящий режим в Молдове. Вы увидите, как черные банкиры хвастают тем, сколько они платят, например, главе СИБа или прокурору Бусуёк, как сетуют на то, что прокурор по борьбе с коррупцией Виарел Марай без денег не хочет ничего делать и требует предоплаты. Будет показано, какие методы и средства использовались для выдачи мандата на арест Рената Усатова осенью 2016 года. Эта преступная группировка, состоящая из прокуроров, судей, полицейских и типичных мошенников, запустила целый конвейер по возбуждению заказных уголовных дел. На поток было поставлено всё, в том числе доступ ряда прокуроров и руководства МВД к базам данных уголовных дел, а также международных разысканных систем. Строго конфиденциальная корреспонденция Интерпола в кратчайшие сроки оказывалась в руках преступных элементов. Из переписки видно даже, как за отдельную плату составлялись официальные запросы молдавского филиала Интерпола в интересах Горбунцова. «Будучи уверенными в своей безнаказанности, заранее обсудив с Плохотнюком, они обсуждают, как летом этого года планируется приобщить Усатова в дело о покушении на Плохотнюка через украинскую прокуратуру». Фильм основан на информации, полученной с разных телефонных устройств, криминальных партнёров и покровителей Горбунцова. Вскрытые факты показывают, как лидер правящей демократической партии Молдовы Владимир Плохотнюк в обмен на лживые показания чёрного банкира Германа Горбунцова против Рината Усатова пообещал Горбунцову не только вернуть отобранные им же активы, но и возобновить деятельность по отмыванию и обналичиванию денег через Молдову. Эта история тесно переплетается с историей политической деятельности Рината Усатова, поэтому для представления истинной картин происходящего, а также причин репрессий в отношении партии Усатова, в нашем расследовании приведены и некоторые этапы политической жизни современной Молдовы. История отводит нас к нестой...